Привет всем, меня зовут Висконти и мы начинаем прохождение Far Cry 4. Аджай, сын мой. Моя последняя просьба к тебе. Верни меня к лошмане. Мистер Гейл, это Чен Петерсон из посольства США в Патне. Касательно вашего заявления на туристическую визу в Индию с дальнейшим посещением Керата. Мы можем только признать ваш статус гражданина США относительно вашего гражданства в Керате. У нас нет данных. Кроме того, я призываю вас воздержаться от поездок в Керат. У нас в Керате нет официального дипломатического представительства ввиду неспокойной террористической обстановки. Поскольку вы намереваетесь привезти с собой останки некой нишваре к имену, вам следует иметь при себе паспорт. Эй! Паспорт! Паспорт! Тихо! Говорить буду я! Паспорт! В чем дело? Ч-ч-ч. Говорить буду я! Патна? Патна? Патна сколько? В чем? Патна сколько? В чем? Я не знаю, так что. Патна сколько? Все? Ничего не bulun? Что? Я не знаю. Что? Что? Говорить? Паспорт! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ Я ведь дал четкое задание. Задержать автобус. Да, а ты, дебил, ты все просрал. И я всегда точен в формулировках. Задержать, расстрелять. Задержать, расстрелять. Эти слова, что, похожи? Не по плану. Прости, не расслышал. Что? Не по плану, значит. Бесит, когда что-то идет не по плану. Тебе дали простое задание, а ты все испортил! А у меня теперь ботинки все в крови. Ладно, нет худа без добра. Хоть эти остались живы. Вставай. Эти глаза я узнаю из тысячи. Прости, я не так представлял себе нашу встречу. Совсем не так. У нас делегация. Все заждались. Кстати, как тебя звать-то? А, это кто? Твой дружочек? Он у тебя тихоня. Прекрасно. Мне так неудобно. Я планировал все совсем не так. Но что поделаешь, если... Если ты кормишь обезьяна, те кидаются дерьмом. Кстати, о, не подержишь? Так, буквально секунду. Я хочу сделать... Фу, да вот отличный кадр. Класс. Не беспокойся, мальчик мой. Вскоре все забудется. Нас ждут великие дела. Ведь я... Отложил все дела ради тебя. Мы... С тобой. Оторвемся по полной! Ванкрай 4. Ванкрай 4. Интересная заставочка. Но она еще не закончилась. И передавай привет Эшле, когда поедешь домой. Надо сказать, у тебя тут весьма уютный уголок, Пол. Я ожидал больше цепей, стенаний, но... Думаю, где-то здесь есть темное местечко, где всего этого в избытке. Тебя выдает ухмылка в очередной раз, Деплер. Что? Давай, сними чертов мешок с его башки. Аджай, мне жаль, что все пошло так. Поверь, отнюдь не этого я хотел. Итак, еще дубль. Знакомство. Аджай Гейл, наш дорогой гость. Пол, радушный хозяин, и эта обезьянка, как зовут, увы, не знаю. И, наконец, я Пэгген Мин. Ты и правда меня не помнишь? Твоя мать, что, совсем никогда обо мне не говорила? Ну, исправим это. Пол, дай денег. Да, сколько нужно? Все. Спасибо. Да, так вот. Так, вот это. с улыбкой. Это ты? Это я. А я порой сомневаюсь. А твоя мать, с другой стороны, понимала меня лучше всех. Знала меня, как никто другой. Воспоминания. Последний раз я видел Ишваре лет десять назад. сказала, что любит. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент. Но мужчины не такие. Мужчины крепки задним умом. Только когда уже поздно. И когда твоя мать решила бежать в штат, ты прихватив и тебя, я винил только себя. А потом я понял, что я ни при чем. Нет. Все сраной золотой болчкой. Сучьи террористы разрушают все. Сиди. Тебя не учили, что слать СМСки за едой неприлично. Посмотрим. Дай телефон. Ребятки, это проверить. А, со мной Аджай Гель. Ой, как мило. На помощь. И этот СМС. Кто уже зовет на помощь СМСками? Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. Ну же, зови. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. А ну зови. Помогите. Давай всерьез. Помогите. На помощь. Отдя фрагмы. На помощь. Помогите. Чш-чш. Послушай. Не. Друзья за тобой не придут. А ну допросите его. Террористы. Ну. Так. Прошу. Подожди меня здесь. Рекомендую рангун. Терпение. Я скоро вернусь. Юма. Поболтаем. Но мы не идем и ждать не будем, когда придет этот изверг. И игра началась. Мы можем взаимодействовать. возьмем бабки, которые он тут раскидал по всему дому. Игра вышла 18 ноября. То есть официальный релиз игры 18 ноября. Но в сети появилась пиратка на пару дней раньше. Я не удержался и скачал. Немножко поиграл в пиратку прежде чем играть уже в лицензию. Разница есть. Разница есть в настройках и разница есть в графической. Допустим, на пиратке я не мог настроить тени по нормальному так, как нужно. Здесь это все нормально отглаживано. Вот. В пиратке нет сохранения, нет карты. Они пытают мужика. Он не жилец. Попал в такие руки Дефлера. Наемника. Аджай Гейл. Наши друзья. Сабал из Золотого Пути. Золотой Путь? Мы друзья. Я знал твоего отца. Мы спасем тебя, сын Махана. А как же Дарпан? Для нас сейчас главное вытащить тебя отсюда любой ценой. Дарпан бы понял. Теперь пойдем. Я убью тебя. Дерем нас заметили. Туда быстро. Маджай. Как только открою дверь пригнись и беги грузовику и как можно быстрее. Понял? Ну это понятно, понятно. Как в первой серии, вернее, в третьем Far Cry. Знакомство с главным злодеем и побег. Перем машину. Давай, поехали. Где у тебя ствол? Там внизу пушка. Хватай ее и стреляй. Я вижу только там дозировки или чего там. Метки выстрел неправда ли? Сомневаюсь. Браво. Давай. Пристрели их. Одного пристрелил. Осторожно! Тут там трое? Ну, не знаю, не знаю. Еще одному. Еще. Всех убил. Справа! Держись! Ну, здесь нам не вернуться. Так и должно быть. в графическом плане игра претерпела изменения. В большую сторону это однозначно. Теперь мы видим шерсть на животных. Конечно, не идеальная шерсть, но все-таки игра света тоже стал реалистичнее. Отжай, Гейл, слышишь, нет? Прием. Слава, Кири. Это Собал. Где ты? Хрен знает. Дерьмо. Водитель мертв. Так, слушай сюда. Оглянись, где-то рядом должна быть вышка. Отправляйся к ней. Мы как раз туда пробиваемся. Как во всех почти играх Юбисок, нам нужно открывать вышки, которые открывают карту. Три солдата короля. поначалу все, когда начинают игру на этом месте вау, вау, какая графика, но это у нас линейное прохождение в начале, поэтому здесь графика намного лучше, чем будет в дальнейшем. Когда мы даем до этой колокольни, то есть в дальнейшем нас выпустят якобы свободное плавание и там графика изменится. Кучую сторону изменится графика. Не будет такой детализации. Может кто-то со мной не согласится. Нет таких поваленных деревьев. Все немножко упрощено. Сколько площади большие для прогрузки. нагрузки нужны ресурсы компьютера. А здесь линейное прохождение и коридор сделан. Грузится меньше, чего нужно. Поэтому здесь как бы более все такое. Ручей течет. Камушки и все такое. короче, фотореалистичность. видите, тоже дерево повалено. Тупой мужик, блядь, давай вот так вот, сука. Хотел это без единого выстрела. Немножко на разговор отвлекаюсь. надо сразу их обыскивать. Нужны деньги, то есть по приходу деревни я хочу сразу купить навороченный лук с прицелом то, как полагается. Вот. так, вон еще вижу. Денег за игру мне не жалко, то есть игра стоит этих денег. Вот. тебя мы тоже убьем. Убьем и ашмонаем. А вон еще двое. Давайте их пометим. Мы можем плавать под водой, как видишь, чтобы нас не заметили. под водой тоже видите, рельеф рыбки. Вот этих убить сложнее. Сразу рядышком любое. Так, убили. Давай, 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 давай. Вот так вот. Все отлично. туман, освещение, пекарные виды, игра этим радует. Радует. Тут лежит туша оленя, который мы сейчас освежуем быстренько. Нам пригодится кусок мяса. тушу. Ладно, на корточку. Тут в принципе пока можно. кто-то есть. Я найду тебя. Все знают о нашем приезде, все знают как нас зовут. Так, вон они. Давайте кинем туда кусок мяса. в принципе прибежал медведь. Так, мы поможем им. Все, справился с одним. Мы ему помогли. Михаил Потапович. Так. Он кушает этого мужика. Так, а где все солдаты? Мне нужно ашмонать. Но одного понятно, я не ашмонай. Так. Это вот здесь. Вот. Так, он пошел. Прячемся в кустах. у нас заметил. Сука. Ладно. Давайте его тоже освежуем. по-моему, я его не взял шкурку. Это не берется. Так. блин, чего не ломаемся. Протухши свинья нам, конечно, не нуждан. Метательные ножи пригодятся. Ладно, это мы сделали. Что нам показывают подсказки? постараемся их убрать по-тихому. Так, а если кинуть еще приманку, мы медведе убили, блин, не знаю. медведь. Медведь! Медведь! Осторожнее! Медведь! убили. Я думаю, медведя убьют. Патроны кончились! Ну, что, попробуем у нас еще есть кусок мяса. смотрите еще. Давай, давай. Так, этого мы убили. Этого убили. Нет, не убили. значит, просрали. Так, мишка живой. Мишка 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 мы совсем рядышком давай вот так вот вот так а то ты нам немножко мешаешь скажите садист ну пока мне нужны эти ингредиенты из животных да ищу кого надо опускать по-моему еще должен быть да вот потому что нам нужны деньги для покупки лука это еще есть рюкзак уже полный там под злотой давай наплываем а джой мальчик мой ты занят я тебе не помешал чудесно ты превосходный слушатель знаешь за крабовый рангун я не обижаюсь о вкусах не спорят но тебя должно быть порадует что мы казнили повара за профнепригодность и убили всю его семью поверь в следующий раз все будет иначе обещаю больше не верю похищать звезд странных кулинарных телешоу похоже ему поговорить не с кем так что у нас тут нас тут барашки бегают вон еще один так бегу 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 нужны их не шутки еще один рюкзак переполна вот сволочь я зря убил папа зря убил барашка смотрите все знают и знают о нашем приезде что-то сравнивает эту игру с третьим фарграем да конечно по механике она похожа но все равно она более атмосферная честь приветствовать тебя сын махана подумать только сам сюда добрался более приятная в игре посмотрите тут снежочек снежочек падает метель облака все настолько детализировано именно вот в этой локации что глаза радуются то есть как говорится нам пыль в глаза бросили юбисофт посмотрим что будет в следующей локации взяли взяли добрался конечно добрался почему вы мне помогаете с давай все берем все берем нам все нужно особенно в золотом пути неужели эти парни ищут меня бэйган мин хоть жилет все ценой у нас есть пол люди появится в любой момент поигра на мина так давайте у нас по-моему должны быть приманки да вот они вот они не отступать обнаружен в рай у нас пустя нам немного поможет природа нет 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 я я не вижу так кто где я подождите да хорошо ловите как пышно я в него попал что еще откуда стреляли я тоже не вижу спрячется а лавина укрытия как и должно быть все ребят не волнуйтесь мы живы здоровы и а ты крепкий орешек все нормально да действие происходит в какой-то индийской республики но я бы не сказал что ребята похожи на индийцев на индусов при тут немножко азиатского что-то что ж мы прошли эту серию всем спасибо смотрели с вами был висконте всем пока